МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Ухты в студии Ольга Коняева. Здравствуйте. Минздрав Коми допустил возможность пересмотра решения о сокращении детского отделения в Сосногорской ЦРБ, сообщает Комиинформ. Руководитель ведомства Дмитрий Березин дал поручение своему заместителю Этери Мамедовой выехать на место и провести встречу с участием руководителя Ухтинского межчерриториального отдела организации здравоохранения, главными врачами Сосногорской ЦРБ и Ухтинской детской больницы. Выводы и предложения будут представлены в срок до 19 декабря. Отметим, что это реакция властей на открытое письмо жителей Сосногорского района в адрес главы республики. В письме активисты сетовали на то, что его перевод в Ухту ухудшит медицинское обслуживание детей при оказании неотложной специализированной помощи и просили принять меры к сохранению детского педиатрического отделения. Напомним, ранее Минздрав Коми уже озвучивал свою позицию. По их расчетам, ухудшения оказания медпомощи населению нет. Все дети, нуждающиеся в плановой госпитализации, будут проходить лечение и получать квалифицированную медицинскую помощь в специализированном стационарном учреждении Ухты, оснащенном всем необходимым оборудованием. В Ухте превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди заболевших три четверти – это дети в возрасте до 14 лет. Согласно данных лабораторного наблюдения среди населения, на территории Коми сейчас в основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные теологии, так называемый парагрипп. В 17 случаях выявлены заболевания гриппом H3N2. В целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов в отдельных учреждениях восьми муниципалитетов приостановлен учебный и воспитательный процесс, усилены меры по проведению утренних фильтров, режим опроветривания дезинфекционного и масочного режимов в учреждениях образования, дошкольного воспитания, культуры и торговли. При этом в Коме завершается прививочная кампания по гриппу. Всего обезопасить себя решили чуть более 40% от населения республики. Сыктывкарское автотранспортное предприятие запускает свои ежедневные рейсы из Ухты до Сыктывкара. Специально для этого уже выделены 5 новых микроавтобусов. Впрочем, примечательно не это, а то, что проезд из столицы Коми до Жемчужины Севера будет стоить всего 200 рублей. Новые машины продолжают поступать и на внутренние маршруты. Андрей Пахомов о транспортной доступности. Сыктывкарское АТП, уже снабдившее Ухтинские улицы пазами, лиазами и мерседесами, решилось на очередное нововведение. 5 новеньких мерседес-принтер специально адаптированы для комфорта пассажиров. В наших суровых зимах в 3 декаде декабря начнут свое движение по трассе Ухта-Сыктывкар. Цена будет составлена так, что будет возможность пересесть в Сыктывкаре на ЖД вокзале или в автовокзале на автобусы до Кирова. Также планируется, что автобусы будут доходить до аэропорта города Сыктывкара. Цена в 200 рублей за билет может показаться кому-то нереальной, однако перевозчики говорят, она как минимум рентабельна. Если раньше горожане были поставлены перед выбором ехать в столицу республики по цене от 600 до 2000 рублей за билет на поезде, это если в купе, или добираться автобусом за 500-600, зачастую безо всяких гарантий безопасности, то теперь ситуация изменится. Даже несмотря на минимальные цены, перевозчики обещают комфортную поездку. Именно такой автобус поедет по маршруту Ухта-Сыктывкар. Мягкие удобные сидения, а над каждым пассажирским креслом установлена своя система кондиционирования. Здесь довольно тепло и просторно. В новых автобусах установлены дополнительные стеклопакеты и отопители. Разве что размер багажных полок пока оставляет желать лучшего. Вот эти машины уже в Ухте и готовы к выезду. В числе возможных удобств для пассажиров, в зависимости от интернет-покрытия трассы, реализуют бесплатный Wi-Fi и оплату через терминал по банковской карте. Пять автобусов в день, число которых в планах увеличить еще на три. Не забыли и о внутренних маршрутах. Всего в Ухте было запущено 17 новых Мерседесов, а завтра, в дополнение к ним, из района аэропорта до улицы Синюкова по маршруту номер 12 выйдут на улицы города еще три. Андрей Пахомов, Александр Миронов, Юрген, Ухта. В Ухте прошла восьмая научно-практическая конференция молодых работников Газпром-Трансгаз-Ухта. Ее участниками стали более 120 молодых работников, представители Газпром-Трансгаз-Ухта и дочерних обществ ПАО «Газпром», преподаватели, студенты российских вузов, ученики Ухтинского технического лицея. Инициатор и организатор конференции – Совет молодых специалистов Газпром-Трансгаз-Ухта при поддержке руководства и кадровой службы общества. В этом году собралось большое количество участников, и как раз количество участников, ваша заинтересованность, обратная связь и самое главное – содержание тех работ, которые вы подготовили для защиты, говорит именно о том, что это важное мероприятие, и мы будем продолжать его развивать и в дальнейшем. Конференция – это всегда возможность для молодого работника заявить о себе. Участники представляют на судкомпетентного жюри собственные проекты по актуальным производственным тематикам. Виктория Григорьева – инженер-программист «Газпром-Трансгаз-Ухта». У нее большой опыт участия в конференциях разного уровня. На это она представила работу на тему управления персоналом. Мой доклад посвящен реализациям задач учета, планирования и анализа финансовых показателей по фонду заработной платы, социальным выплатам и нормированию численности персонала. То есть фактические решения насущных каждодневных проблем экономистов и финансо-экономического отдела общества. Николай Зузук – тоже молодой специалист и недавний выпускник Ухтинского университета. Для Николая конференция – это прежде всего возможность профессионального общения карьерного роста. О перспективах реальных рассказал главный инженер и первый заместитель генерального директора Станислав Адаменко. Именно почетные работники предприятия посвящали молодежи в газовики, символично вручая каждому белую каску. После чего новоиспеченные газовики принесли традиционную торжественную клятву. Дорожить его честью и престижем, быть верным его корпоративному духу. Клянемся! Клянемся! Сразу после клятвы – символический поворот газовой задвижки и автограф каждого молодого специалиста на газовой трубе. Для Павла Филиппова церемония посвящения была волнительной. В этом году он стал работать на газотранспортном предприятии и слесарем, поконтрольно, измерительным прибором и автоматике. Я понял, что попал сразу же в трудовой коллектив, который меня всегда поддержит. У меня есть свой наставник непосредственно ко мне приставленный. У меня есть всегда к кому обратиться за помощью. И я надеюсь построить здесь свою карьеру, связать свою жизнь навсегда с Газпромом Трансгаз Ухта. Члены конкурсной комиссии подвели итоги научной конференции. Оценивать было сложно. Все работы были представлены на очень высоком уровне. Награды вручил генеральный директор Газпром Трансгаз Ухта Александр Гайворонский. Олег Родионов, ведущий инженер производственной диспетчерской службы Газпром Трансгаз Ухта. Победитель в секции транспорт газа, эксплуатация компрессорных станций и инженерных систем. К этой победе шел долго и упорно, говорит он. Я для себя очень много подчеркнул из опыта эксплуатации компрессорных служб. Очень большой опыт я подчеркнул от наших сторонних коллег. Для меня это, прежде всего, саморазвитие. Получение опыта, опыта общения. Кроме того, часть молодых работников прошли отборочные испытания и получили сертификаты на обучение в школе молодых специалистов ПАО «Газпром». Форумы с участием иногородних специалистов, это всегда обмен опытом. Гости выразили слова благодарности за эти насыщенные дни. Спасибо организаторам за эту возможность, за создание площадки для этого взаимодействия, для этого сотрудничества. Каждая такая конференция, всегда большое событие общения и обмен опытом с представителями филиалов из других городов, раскрытие новых талантов, свежие идеи и их обсуждение. Именно эта конференция показала, насколько масштабными бывают такие формы молодежных инициатив и реализация конкретной задачи для самой настоящей кузницы кадров. И в конце выпуска о спорте. Ранее мы уже сообщали о победе уроженца Ухты фигуриста Дмитрия Алиева. Он стал первым в финале юниорского гран-при, которое проходило во французском Марселе. Сам Дмитрий уже 4 года живет и тренируется в Санкт-Петербурге. Впрочем, именно в Коми он начинал свой спортивный путь. Под руководством своего отца, тренера местной детско-юношеской спортивной школы Сергея Алиева. Елизавета Максимова встретилась с ним. Маленький Дима уже в 2 года стоял на лыжах и занимал призовые места, поскольку все в семье так или иначе были знакомы с этим видом спорта, говорит папа чемпиона. Потом мальчика затянул процесс, и он заинтересовался фигурным катанием. На протяжении 4 лет будущий профессиональный фигурист катался и на лыжах, и на коньках. Каждый день более 3 часов физической нагрузки. Этапы гран-при в этом сезоне складывались не совсем лучшим образом. Особенно второй влюблении, рассказал Дима папе. Это не помешало победить в финале. В мужском одиночном разряде Алиев стал первым, набрав 158 баллов. Уровень его подготовки был намного выше, чем у других участников. Российские тренеры заменили старую, произвольную программу на новую, вставили сложные прыжки и, конечно же, составили новый график тренировок. Поддерживал мальчика и папа. Готовился он там. Принимал ли я в этом участие? Конечно, непосредственно принимал, потому что это мой сын. Контролировал его, смотрел за ним, общались по скайпу, по телефону. И всегда, если что-то надо было подсказать, потому что я сам из спорта, некоторые моменты, нюансы психологического настроя, я знаю тоже и подсказывал, ну как выйти из какой-нибудь ситуации. На новогодние каникулы Дима приедет домой, в Ухту. Потом юного ухтинца ждет серьезная подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию, которая пройдет весной. Готовить мальчика будет опытная команда. Три тренера, хореограф, специалист по музыке, врач и психолог. Ну и, конечно, руководить всем процессом будет папа, Сергей Алиев. Они созваниваются каждый день. Елизавета Максимова, Александр Миронов, Юрген Ухта. Это все новости на сегодня. Смотрите выпуски также и на сайте телеканала Юрген РФ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова